Начнем с цифр. В этом году в Прибайкалье в нормативное состояние приведут более 300 километров дорог. И это на 60 километров больше, чем в 2021. На все работы будет потрачено более 10 миллиардов рублей. Значительная их часть, само собой, из федерального бюджета. Почти 2 миллиарда выделила федерация. И чуть меньше миллиарда собрали муниципалитеты. Всего в планах на ремонт числится 89 участков дорог. О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса в эфире «Новости по будням». Здравствуйте! Ну а прямо сейчас вас ждут короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. Вспышка в разгаре. При Прибайкалье из-за огромных очередей возникли трудности с создачей ПЦР-тестов и получением бесплатных лекарств для лечения коронавируса. В выпуске разберемся, с какими еще трудностями столкнулись жители Иркутской области. В Иркутске после череды заморозков и оттепелей во дворах образовались снежные колени. Они стали непреодолимым препятствием для пешеходов и автомобилистов. О трудностях передвижения на придомовых территориях поговорим в программе. В программе поговорим и о том, как изменились правила обустройства наружной рекламы в столице Прибайкалья. Я, Дарья Ивазова, проверила, насколько качественно эти требования соблюдают предприниматели Иркутска. Кто в Иркутске и почему сегодня вел битву за бокал с соленой карамелью? Как необычно можно использовать слово «Байкал», а также кому понадобились почти 55 тысяч фужеров? Расскажем в рубрике «Повесточки». И в очередной раз мы вынуждены начать наш выпуск с новостей о коронавирусе. Все потому, что за последние сутки в Иркутской области оказался побит абсолютный рекорд по числу новых случаев заражения. О подтвержденном диагнозе COVID-19 за 24 часа узнали сразу 1117 жителей Прибайкалья. Для сравнения, всего три недели назад в регионе ежесуточное количество заражений не превышало 300. Но важно отметить, что по-прежнему в Иркутской области не возникает серьезной нагрузки на больницы. Накануне были госпитализированы лишь 69 наших земляков, что гораздо меньше обычного. Остаются в привычных рамках и показатели смертности. Количество умерших от коронавируса жителей Прибайкалья накануне составило 16 человек. И если больницы региона пока работают в штатном режиме, то вот в поликлиниках настоящий аврал. Особенно нагрузка выросла на детские амбулатории, ведь новый штамм коронавируса активно поражает именно детей. В связи с резким ростом заболеваемости уже 38 школ Иркутской области полностью перешли на дистанционное обучение. А в 312 учебных заведениях региона отдельные классы находятся на удаленке. Также сегодня вновь появилась информация, способная подарить надежду на лучшее. Санкт-Петербургские инфекционисты заявили, что аномальный рост заболеваемости коронавирусом среди детей может свидетельствовать о постепенном завершении пандемии. Но пока говорить о завершении пандемии рано. Ведь сейчас в разгар пятой волны коронавируса многие иркутяне столкнулись с проблемами при сдаче ПЦР-тестов. Во многих поликлиниках очереди в ковидные амбулатории начинаются буквально на улице. С какими еще проблемами горожане столкнулись в последние дни, разбиралась Анастасия Смирнова. Ей слово. Вот так сегодня выглядит вход в амбулаторный ковид-центр одной из поликлиник Иркутска. И подобные картины наблюдаются не только здесь. Огромные очереди из людей с признаками простуды и не только буквально захватили больницы. Для того, чтобы попасть к терапевту, получить направление и сдать ПЦР-тест на коронавирус, необходимо выяснить, кто последний. Что уже само по себе является не самой простой задачей. Но после самое главное не потерять человека, за которым занял очередь. Последние дни социальные сети буквально заполонили жалобу людей на невозможность сдать ПЦР-тест как раз-таки из-за больших очередей. С плохим самочувствием в тесных пространствах угрожане вынуждены часами ожидать возможности попасть в кабинет для забора анализов. Ведь без теста невозможно получить диагноз, оформить больничный, а последствия и QR-код для попадания в общественные места. Сложная система регистрации случаев заражения коронавирусом оказалась попросту не рассчитана на такой поток людей. Я поехала сдавать ПЦР-тест. Обратилась в районную поликлинику на Волжской, но они сказали, что у них даже платных ПЦР-тестов нет. Пришлось ехать на Бурлова. Я приехала, и на мне прием и закончился. Меня приняли без очереди, но у них закончились колбы. Поэтому поехала я снова сегодня. Справедливости ради стоит сказать, что платных ПЦР-тестов в этой поликлинике не делают вовсе. А вот то, что ради бесплатного теста нужно простоять без преувеличения несколько часов, чистая правда. В 12.55 я вышла от терапевта, сейчас 14.42. Ну, идет очередь. Ну, долго, да. Там очень много народу, и говорят, это второй день продолжается вот такой вот. Вспышка заболеваемости, накрывшая Иркутскую область, отразилась и на наличии бесплатных лекарств для лечения коронавируса. Получить такие препараты можно лишь по рецепту врача и при подтвержденном диагнозе. Но сейчас даже это не дает гарантии, что нужные таблетки или спреи окажутся у вас в руках. Орбидола нет, грипферона нет, липеса нет. Что есть в многих препаратах? Мы надо смотреть, что вам выписано. Очевидно, что такая проблема сложилась из-за резкого и чрезмерного прироста количества заболевших в Иркутской области. Но с другой стороны, именно о таком развитии событий уже несколько месяцев нас предупреждали инфекционисты. И возникают сразу несколько вопросов. Зачем в такой ситуации нужны были ослабления ограничений в Иркутской области в начале января? И как теперь вновь убедить людей следить за своим здоровьем? Ответы на эти вопросы мы вряд ли получим. Анастасия Смирнова, Владимир Пинаев, Новости по будням. Но не только коронавирус испытывает жителей региона на прочность. Так, сегодня утром сразу до нескольких домов в регионе добралась вода. Из-за большого скопления льда в реке Ангаре в районе села Усолье Жилкино Боханского района подтопило пять приусадебных участков и подмыло фундаменты двух жилых домов. Это совсем не мало, ведь в населенном пункте в принципе расположено всего 13 домов, где проживают люди. Теперь же в пункте временного размещения в соседнем селе находятся двое человек. Еще один, чье имущество пострадало от паводка, остался у родственников. Чтобы не усугублять ситуацию, на Иркутской ГЭС даже снизили сбросные расходы. А по сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, для других населенных пунктов по реке Ангаре угрозы подтопления нет. Группа спасателей, а также представители администрации Боханского района продолжают следить за ситуацией в населенном пункте. Тем временем вблизи сразу нескольких населенных пунктов Иркутской области открылись долгожданные ледовые переправы. Все они находятся на севере региона, в Катанском и Мамско-Чуйском районах. Всего же на данный момент в регионе открыто лишь 40 из 51 запланированных переправ. Такое количество связано с неудовлетворительной толщиной льда из-за теплой зимы. И пока в одних районах Прибайкарья не может намерзнуть лед, в других его частях этого самого льда и снега в избытке. Особенно наглядно это видно во дворах жилых домов Иркутска, которые сейчас превратились в территорию выживания. Все подробности в материале Олега Федорова. АПЛОДИСМЕНТЫ Делает перемещение по придомовым территориям чуть ли невыполнимой задачей. Бывает, что паркуется, еле-еле ты проезжаешь, и еще машину откидывают, например. Но это очень опасно. Это везде, почти, ну, везде, во всех дворах, ну, тоже самое вот эта проблема очень. Эта проблема видна невооруженным взглядом в первую очередь в сквозных дворах, где располагаются социальные учреждения, такие как детсады или поликлиники. Так, сегодня на улице Красноярской неизвестный оставил своего железного коня прямо посреди дороги. Остальным, кому нужно было в медучреждение, пришлось идти на своих двоих. А бывает и наоборот. Автовладельцы не хотят никому мешать. И выбирают для парковки места, по их мнению, отделенные от всех. В какой момент времени люди решили, что они должны парковаться под воротник? Ну, как минимум, не придется откапывать свою ласточку после очередного снегопада. А вот проедет ли здесь пожарная машина в случае возгорания, сказать трудно. У нас, пока до дела не доходит, никто не задумывается о габаритах спецтехники или свободного проезда. А уж до удобства пешеходов и подавно. С этого же стороны, с этого дома, тоже так же, параллельно этой, там тоже ничего не убрано. Там вообще прямо дорога вот такими глыбами. Страшно там ходить? Ну да. Там машина, наверное, не проезжает? Ну там вообще движение очень ограничено. Дороги узкие и сама дорога плохая. И там нету даже тротуарной дорожки. И вот, когда мы уже отчаялись, вдалеке послышался звук работающей тяжелой техники. Неподалеку экскаватор и КАМАЗ сражались с тоннами наледи, которая прописалась в этом дворе с первым снегом. Дополнительным препятствием на пути к чистому асфальту стали десятки машин возле подъездов. Если бы хозяева их отогнали, дорожники с работой справились бы в разы быстрее. Хотя то, что она вообще сейчас ведется, уже своего рода достижение. Олег Федоров, Василий Заводский, новости по будням. Достижение со знаком минус. В Иркутской области полицейские возбудили уголовное дело по факту нападения на женщину в Вихоревке Братского района. Причем неизвестный не просто напал на свою жертву, а ударил ее по голове палкой, а также украл сумку, в которой находился кошелек, телефон, несколько банковских карт и 250 рублей наличными. С помощью камер видеонаблюдения сыщики оперативно установили подозреваемого. 31-летний мужчина уже дал признательные показания и заключен под стражу. А вот вычислить телефонных мошенников с помощью камер видеонаблюдения не получится, а жаль. Ведь факты обманов регистрируются в Иркутской области ежедневно. Так очередной жертвой аферистов стала пенсионерка. Женщина перевела лже-банкирам более 8 миллионов рублей. В течение нескольких месяцев 69-летней жительницы Иркутска звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками банка и полиции. Они сообщали женщине о том, что кто-то пытается похитить деньги с ее счетов и оформить на нее кредит. Для того, чтобы исправить ситуацию, пенсионерке предложили перевести средства на так называемые резервные счета. Потерпевшая доверилась злоумышленникам и совершила около 500 переводов через банкоматы на их счет, тем самым потеряв 8 миллионов 117 тысяч рублей. Большую часть суммы пенсионерка копила более 20 лет. Также сегодня стало известно о еще двух фактах мошеннических действий. Так, брачанка перевела аферистам более миллиона рублей, поверив в быстрое обогащение, а учительница из Иркутска лишилась почти 3 миллионов рублей, решив заработать на инвестициях. Страшно представить, сколько людей пострадали от таких мошенников и о каких суммах речь в целом по стране. И пусть мы почти ежедневно предупреждаем об опасности, люди продолжают верить аферистам и отдавать им свои накопленные, или что еще хуже, брать кредиты. Поэтому одним информированием не обойтись, нужны решительные законодательные действия. Тему продолжим в следующем материале. В 21 веке мошенники переехали в цифровое пространство. Там стало легче находить персональные данные и номера потенциальных жертв. И так проще обманывать людей. Звонить им от имени специалистов банка или в роли родственника, попавшего в беду. В прошлом году популярными стали и звонки от сотрудников правоохранительных органов. Такой сценарий мошенники использовали в 8 раз чаще. И парадокс этой ситуации в том, что на эти уловки могут клюнуть даже те люди, у которых нет интернета. Потому что аферистам достаточно телефона. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в России предложили наказывать операторов, услугами которых пользуются злоумышленники. Компании должны будут контролировать количество номеров у одного абонента. Ведь у аферистов могут быть десятки сим-карт. Помимо этого, операторам связи следует проверять пропущенные мошеннические звонки и дать возможность своим клиентам сообщать о них. Но это не единственный способ борьбы с мошенниками. Ранее также поднимался вопрос о том, чтобы банки замораживали переведенные аферистам деньги. Предлагался и такой вариант, что финансовые организации будут предоставлять пострадавшим данные счетов преступников, чтобы люди могли с ними обратиться в полицию. А пока это все только обсуждается, мошенники богатеют. Павел Жолдив, Юлия Шенхарюк, новости по будням. Обсудили и раскритиковали в Прибайкалье айдентику, логотип и символику, разработанную к юбилею Иркутской области. Придуманные дизайнерами элементы будут использоваться для сувениров, праздничных плакатов и фигурировать в оформлении праздничных мероприятий. Четырех финалистов конкурса, а для выбора единого стиля проводился специальный конкурс, определила опытная жюри. А выбрать победителя предстояло жителям области путем онлайн-голосования. Иркутская область В логотипе совмещены цифра 85 и Бабр. И к выбранной айдентике у профессионалов появилось много вопросов. Логотип, безусловно, слабый, как и визуально, так и по смыслу. Видно, что дизайнер проделал достаточно малой работы. Ход совместить на 85-летие цифру 85 и Бабра достаточно очевидный, признаемся. Есть какие-то хорошие ходы, или, возможно, мы их не прочитали, потому что мы не видели презентации ни одного из участников. Может быть, и этот гениальный, но обоснования мы не видели. Какой бы логотип в итоге не стал частью оформления к юбилею Иркутской области, это может оказаться не столь важным. Ведь праздничные баннеры могут легко потеряться в обилии рекламы на улицах областной столицы. Какие правила в отношении наружной рекламы должны соблюдать предприниматели Иркутска, и как часто они их нарушают, сегодня выясняла Дарья Эйвазова. Пять лет назад на этом же месте и на этой же легко узнаваемой Иркутской улице мы уже снимали сюжет о наружной рекламе. И тогда нам пришлось замазать примерно половину фона. Ведь все это пространство занимали таблички со скидками, предложениями и названиями магазинов. Сейчас ситуация на улице Урицкого значительно лучше. Чего, правда, не скажешь о других улицах города. На фасаде этого дома по улице Тимирязева рекламы, похоже, даже больше, чем элементов декора. Как, впрочем, и на многих соседних зданиях. В каком-то смысле предпринимателей понять можно. Они пытаются по максимуму использовать пространство, чтобы хоть как-то привлечь внимание потенциальных клиентов. Только вот такая мешанина лишь путает иркутян и портит облик города. И проблемы подобный визуальный шум вызывает не только эстетические. Когда город кричит и раздражает может людей, то это может влиять на психологическое настроение его жителей. И этим, конечно, это очень плохо. Он также плох тем, что он неудобен. В нем нет акцентов. Когда вот такая каша информационная, цветовая, то людям трудно ориентироваться. Они дезориентированы. Им тяжело в таком городе. Это может давить. Такой город может давить на человека. Многие иркутяне к обилию рекламы на городских улицах привыкли. Поэтому чаще всего просто ее игнорируют. Отсюда и неоднозначное отношение к назойливым вывескам. Я очень мало как бы за рулем. Допустим, чтобы фиксировалось мое внимание. А так мне не раздражает. Наляпится. Слишком много рекламных. Очень много. А вот туристам реклама может бить у глаза. Особенно в историческом центре. Поэтому еще в 2013 году в Иркутске создали свод правил наружной рекламы. И неоднократно их совершенствовали, добавляя новые пункты. Например, в историческом центре запрещены бегущие строки. Также по закону без разрешения администрации разместить наружную рекламу вообще нельзя. Как и нельзя размещать ее на архитектурных или культурных памятниках. А в их окружении все вывески нужно согласовывать со службой охраны объектов культурного наследия. За нарушение правил можно получить серьезный штраф. Ежедневно проводится мониторинг и устраняются случаи нарушения правил размещения наружной рекламы, правил благоустройства. Также предусмотрены штрафы на физических лиц. Это полторы тысячи рублей. Это за размещение наружной рекламы без разрешения. На должностных лиц до пяти тысяч рублей. И на юридических лиц до миллиона рублей. Но судя по всему, даже внушительные суммы не сильно пугают предпринимателей. Так что, скорее всего, даже спустя еще пять лет избавиться от визуального шума Иркутску не удастся. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров. Новости по будням. Назойливая наружная реклама – своего рода негативная визитная карточка Иркутска. А вот книжный фестиваль «Книга Март» напротив – добрая и уже узнаваемая традиция. Мероприятие вновь пройдет в столице Прибайкалья уже в четвертый раз. И в этом году его темой станет антиутопия. В рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы, встречи и дискуссии с критиками, журналистами и писателями с мировым именем. На мероприятиях иркутяне и эксперты обсудят постковидную реальность в рамках двух литературных жанров. А именно «Утопии», где авторы представляют идеальный мир, и «Антиутопии», где писатель, наоборот, рисует негативные последствия стремления к идеальному миру. Также гости фестиваля смогут ближе познакомиться с темами апокалипсиса, киберпанка, а также узнать точку зрения на эти жанры ведущих научных и литературных спикеров России. Пройдет фестиваль с 3 по 6 марта. Большую часть мероприятий пройдут в очном формате в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова Сибирского. Ну а сразу после новостей спорта расскажем, с какой целью в Братске собрались любители валить боком, и какой необычный праздник отметили в Иркутской зоогалерее. Братчане Михаил Корноухов и Юрий Чирова взяли серебро на юниорском первенстве мира по санному спорту. Соревнования проходили в немецком городе Винтерберг 28 по 30 января. Там братчане выступали в командной эстафете вместе с Софией Мазур и Матвеем Перестороненным. От золота наших спортсменов отделили 272 сотых секунды. В итоге лидером стала сборная Германии. А вот среди двух местных экипажей Михаил Корноухов и Юрий Чирова стали лишь пятыми. Серебро международных соревнований по боксу получила спортсменка из Устилимского района Алена Тремасова. Девушка выступала в весовой категории до 54 килограммов и провела на турнире три боя. В двух из них она одержала победу и прошла в финал. Ее соперницей в борьбе за золото стала другая россиянка Ульяна Савро. Ей наша спортсменка уступила и заняла второе место. Сразу три медали чемпионата России завоевали стрелки из Прибайкалья. Среди наград есть и медали высшей пробы. Золото выиграли Артем Черноуцев и Надежда Колода. Они состязались в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар. В том же упражнении, но уже в одиночном состязании, Артем Черноуцев завоевал серебро, уступив сопернику из Московской области. Дарья Эйвазова, новости по будням. И одиночные, и парные заезды. Через это прошли участники соревнований по зимнему дрифту в Братске. С какой целью экипажи намеренно отправляли свои машины в заносы на скользкой трассе, расскажем прямо сейчас. Здесь валят боком не ради красивых кадров, а исключительно из спортивных целей. Управляемый занос – это часть соревнований по дрифту в Братске. Своих железных коней участники этапа проверяли на картодроме Ангара. Если трассу подготовили быстро, то вот автомобили к турниру прокачивали еще с лета. Я вот перешел, как я уже сказал ранее, на 16-й кладбатный мотор. До этого у меня стоял Ниовский 1,7. Решил попробовать что-то изменить в своей машине. Ну вот сейчас пробую, как бы притираю мотор, так сказать, грубо говоря, чтобы там в дальнейшем на серьезные соревнования, там Иркутск или Красноярск, планирую поехать. Ну а для начала надо разобраться с соперниками. Здесь и сейчас на старте больше 20 экипажей. Все модифицированные представители русского автопрома. Им предстоит продемонстрировать лучший угол заноса и свою устойчивость на льду. Судьи на соревнованиях, кстати, стоят на всех извилистых участках трассы. Оценивают стиль каждого гонщика. Как на этапе квалификаций, так и на двойных заездах. А парный управляемый занос – это уже что-то сродни искусству. Здесь важна исключительно траектория. Поэтому из одной 16-й выходят лишь два лидера. Они-то и сражаются за звание победителя. Города у нас участвуют все ближайшие, грубо говоря, рядом находящиеся с нами. Это города Усть-Кут, Усть-Илим, Железногорск. Снова на Кутск, как нам парень ездит уже который год. Проходят такие соревнования в Братске уже девятый год. И объединяют они не только влюбленных в свое дело участников, но и больше сотни зрителей. Поэтому нервы у экипажей всегда на пределе. Очень волнительно, страшно. Я, ребят, не смогу, не вывезу сейчас базар. Можете это не записывать. Свои имена в историю северного дрифта региона вписали. Экипаж из поселка Новонукутский под управлением Качур Андрея. Вторым в зачете стал Роман Каросов. Лучшее время показал Братский экипаж под управлением Сергея Феденева. Но и у других спортсменов еще есть шансы на победу. Ведь судя по атмосфере валить боком, здесь еще долго не перестанут. Павел Желудев, Юлия Шинкарюх. Новости по будням. И еще немного о спорте. Сегодня был опубликован окончательный состав команды России для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют уже в эту пятницу. Так в сборную вошли и уроженцы Иркутской области. Саночники Семен Павличенко и Александр Горбацевич и хоккеист Дмитрий Воронков. Правда, есть один нюанс. Ни один из спортсменов в официальном зачете не будет представлять наш регион. Но, тем не менее, болеть меньше за ребят от этого, думаю, мы не станем. А о других не менее интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Что ни день, то праздник. 25 января отметили Татьянин день. 1 февраля – Китайский Новый год. А скоро и вовсе отпразднуем День влюбленных – 14 февраля. Новостями, связанными с приятными датами, поделимся прямо сейчас. День десерта отметили в Иркутской зоогалерее. В честь сладкой даты питомцы получили в подарок лакомство с соленой карамелью. Оно было настолько вкусным, что Мося и Ося не оставили ни капли угощения. А за обладание бокалом из-под десерта им даже пришлось побороться. Однако в ходе борьбы за сладкое никто не пострадал. Новый праздник в семейный календарь многим жителям региона добавил 2021 год. Речь о дне рождения малыша. На свет в Иркутской области появились 26 264 ребенка. Какие имена дали новорожденным? По данным ЗАГСа, самыми популярными для мальчиков стали Артем, Александр и Михаил. Для девочек чаще всего выбирали имена София, Ева и Алиса. Если же говорить о редких, то среди них были отмечены такие, как Алмаз, Байкал и Гектор, а также Аврора, Зима и Евангелина. Не поскупились родители и на двойные имена. Августина Георгия или Ариану Розали скоро можно будет встретить в песочнице или на качелях во дворе. Свадьбу с размахом отметил казак из Тюмени. Жених пригласил на праздник весь город. После венчания и регистрации молодые отправились на карете на местную набережную, куда и были приглашены все жители. Там они дружно водили хороводы и танцевали. И дело не только в праздничном настрое. День свадьбы выдался морозным. И чтобы не озябнуть, гости устроили активности на улице. После такого масштабного поздравления молодожены отправились дальше отмечать события вместе с родными. И какая вечеринка без горки бокалов для гостей? Самую большую пирамиду из фужеров построили в Дубае. Высота инсталляции впечатляет. 8 метров 23 сантиметра. Ушло на такую огромную композицию 54 740 бокалов для шампанского. Строительством стеклянного сооружения занималась целая команда специалистов. И им потребовалось 55 часов. Но работа того стоила. Пирамида из бокалов привлекла внимание представителей книги рекордов Гиннеса. И теперь она официально попала на страницы всемирно известного издания. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdefis.ru Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова